Ровно 80 лет назад, 23 августа 1943 года, завершилась Курская битва. В День воинской славы России, День победы в Курской битве, сотрудники Музея Диорамы в Белгороде провели патриотическую программу «Русский характер». Гостям рассказали о событиях тех лет и показали отрывки из документальных фильмов. Сегодняшнее мероприятие предназначено было для нашего учреждения, потому что учреждение занимается миссией сохранения памяти. История, которая посвящена героям Курской битвы, событиям Курской битвы. Сегодня, в этот памятный день для нашей истории, мы подводим итоги конкурса детских рисунков. Конкурс «Места истории, вершившие события» организован Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области. 60 ребят прислали свои работы с изображением памятников, посвященных Великой Отечественной войне, которые находятся в нашем регионе. Жюри определило 13 победителей. Самому юному – 6 лет. Женя Мамытов очень любит рисовать. И свою работу он выполнил сам. Мама лишь иногда подсказывала. Мы решили нарисовать танк, потому что мы живем в приграничии. И эта тема нам близка. Мы очень много их видели. И поэтому выбран был именно он. Вера Ривыкина узнает много нового об истории страны по рассказам своих бабушек. И любит ходить в музей. Когда преподаватель рассказал ей о конкурсе, Вера сразу же решила, что будет на ее рисунке. На этой картине я нарисовала звонницу. Она расположена на Прохоровском поле. Этой картине я хотела передать как бы мрачную атмосферу тех событий, ну как такое багрово-кровавое небо, ну и такие отголоски войны, туши. То есть нарисовала здесь танки. Мария Голдобина участвовала в конкурсе по совету учителя. Девочке интересная история нашей страны. И это не единственная ее работа на военную тему. На картине я изобразила монумент Великой Отечественной войне. Этот памятник находится возле школы в моем районе. Я очень часто вокруг него прохожу, чувствую гордость за него, за поступки моих предков. Патриотическое воспитание всегда было важно для нашей страны, потому что именно память позволяет нам оставаться единой нацией, сохранять историю наших предков, ну и развиваться в будущем, опираясь на традиции прошлого. Очень символично, что награждение юных белгородцев прошло в такую значимую для нашей страны дату – День воинской славы. 80 лет со дня завершения Курской битвы. Сражение, ставшего одним из ключевых в Великой Отечественной войне. Дарья Гавронская, Илья Лебедев, Белгород-Медиа.